Лондон Знаменитое колесо обозрения в Лондоне London Eye Глаз Лондона С него виден весь город, как на ладони Вон где-то там гайд-парк, а рядом с ним русская православная церковь Сейчас там идет литургия Русские и англичане вместе молятся Богу Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Митрополит Антоний Сурожский Правящий иерарх русской православной церкви в Англии Англичане очень любят русскую церковь Они любят традицию и вообще весь, если хотите, пастырский подход Семейный подход русской церкви Ответственный, но пропитанный любовью Это англичане узнают русскую непосредственность Русское тепло Так как, если хотите, русский характер может обратиться в жесткий характер Но это, так сказать, правда Если хотите, если русский рассердится, он скажет И англичан это привлекает Ну, англичан привлекает вот вся глубина русского церковного опыта Русского опыта молитвы Это совершенно ясно Так что певчие англичане в хоре Они очень с удовольствием прямо Поют по-церковно-славянски Я их заставляю учить наш шрифт, наш алфавит Что они умеют читать Но русского языка не знают Они знают только церковно-славянский язык Русские же, они, конечно, знают язык Знают всю традицию Или учатся ей Это им довольно легко И тут вопрос для них следующий Живя в новой стране Насколько ты себя чувствуешь Как бы участником судьбы этой страны Нужно ли вникать в английскую культуру И в частности в английскую православную культуру Если подумаешь о том Что А как это все-таки случилось Что ты попал в Англию Кто тебя сюда прислал Случай Или проведение И вот Очень часто русские люди Которые Приходят к вере И в частности приходят к вере В Англии То они находят такая мысль Что прислал ты их Господь в Англию И если так Значит им нужно какое-то Какое-то служение пройти Служение в Англии Служение Англии То есть свидетельствовать о правде Свидетельствовать о Евангелии Служение Англии Служение Англии Служение Англии У вас хор такой обучающийся Он хор не профессиональный Это люди любители Но Знаете Любитель это Есть такая народная песня Можете вы ее знаете Там она так говорится Что эта девушка Вспоминает о своем молодом человеке И говорит О приди Приди ко мне Любитель дорогой И вот мы все любители такие Что мы любим свое дело И нужно конечно интересоваться Тем что делаешь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 У меня англичан много в хоре. Это значит, что их нужно обучать русскому произношению. Языка они не знают, они только церковно-славянский изучают по ходу дела, так сказать. Но что интересно получается, это то, что я слышу голоса нерусские, то есть английские, значит. И вот они по качеству, когда они оглашают церковно-славянскую речь, получается впечатление, что они говорят, то есть не говорят, а поют с прекрасным акцентом. Очень трудно распознать, что это англичане поют. То есть там некоторые дефекты получаются, но это небольшие. Например, у них буква «Л» твёрдой не бывает, она такая более мягкая. Это сразу слышно. Иногда буква «Ш» тоже мягче выходит, так чуть-чуть. Но в общей сложности у них очень хорошо. И что очень интересно, это то, что у них у всех, собственно, голоса мягкие. Мягкие – это значит, что когда поёшь песнопение, то они способны петь очень нежно. Они поют так, что, кажется, они с любовью как бы окутывают вас вот этим голосом, ничем не тревожа. У них вот такой подход, спокойный очень. По сравнению с русскими голосами, у русских голосов больше напряжения есть. Больше напряжения, как будто в русском голосе больше силы. И так, наверное, и есть. Но вот я хочу такой контраст провести, что когда у нас появляются и русские певцы, и английские певцы, то смесь этого, если достигается, то она бывает очень такая щедрая. В том смысле, что там есть и крепость, там есть и нежность. И вот мне кажется, что в церковном пении можно допустимо, так сказать, эти качества использовать, потому что, мне кажется, в самом Евангелии есть нежность. И в самом Евангелии есть какая-то сила и крепость, и решимость. Так что мы не идем против канона, так сказать. При том, что, знаете, когда, если говорить о нежности, о чувствах вообще, то чувство же происходит от смысла слов. Это серьезная материя. Когда ты поешь о распятии или поешь о воскресении, все-таки сердце иначе реагирует, сердце иначе радуется. И потому и в голосе это можно прослушать и изобразить. Вот эти настроения, которые, в конце концов, воспитывают душу. И это влияет очень и на молящийся народ, когда хор понимает, что поет. И вот этими оттенками, нежными или сильными, или какими-то решительными, это нужно все провести. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И решил, что я могу быть священником, как пастырем, так сказать. Ну и, конечно, я нашел, мне вышло так, что я в себе вместил вот эти два опыта. Стоять перед жертвенником, перед престолом, служить службой, а также и озвучивать молитву церкви. И вот этот опыт, он мне показал, что, собственно, молитва церкви едина. И это дает мне некоторое понятие о том, как хор должен себя вести в церкви. Он должен быть полностью созвучен молитве священника. Ну и обратно, конечно. Но вот это единство, это сообразие, это как бы духовная дружба между священником и регентом, она просто необходимость, мне кажется, для христианской церкви. Ну, отсюда выходит масса всяких последствий, как выбирать репертуар, как отвечать священнику, как настраивать хор, в каком настроении петь и так далее. Тут очень много можно думать о том, какого качества должно быть пение. Вы знаете, однажды я с моей супругой, мы ездили по Северной Греции, по византийским церквам. И однажды мы вошли в один храм, и перед нами мы увидели на стене огромную фреску снятия со креста. И я увидел в этой фреске мелодию. И при том не мелодию вообще, а я увидел мелодию, точно церковную мелодию. Я даже вспомнил, как эта мелодия строится, какие там дуги, какие оконечности, какие краски в этой мелодии. И я совершенно ясно увидел, что все церковное искусство, но, собственно говоря, как бы едино по своему замосту и по своему содержанию. А выражение может быть в красках и линиях, другое – в звуке и словах, третье – в жестах, в архитектуре. Во всем есть вот это единство замысла, которое, собственно, все, конечно, центрируется на личности Христа. Как вам сказать? Переживаешь во всем, что ты делаешь в церкви, присутствие Христа как существа, который действительно пришел в жизнь людей. и переживаешь, открываешь, как бы, в богослужении, все больше и больше углубляясь в богослужении, открываешь, что Христос действительно присутствует в каждом богослужении. Христа как существа, Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогали. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогали. Субтитры подогали. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогали. 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 хорошо а после храма сзади во дворе мы футбол гоняли но все это смешивается конечно и любовь к храму она осталась конечно на всю жизнь и потом только то когда я уже вырос определился богословский институт и проучился в этом замечательном учебном заведении в котором еще вот 50-е годы преподавали некоторые самые последние уже бывшие преподаватели русских академий еще и вот эти старые учителя они нам оставили такое наследие которое нам позволило действительно вырасти как бы в разуме церкви в традиции в предании церкви и это мне сейчас позволяет ездить в россию и приведом преподавать в семинариях вот если так вас вращается все на круги и своя этот приезд в россию совпал с семидесятилетием отца михаила в духовной академии троицы сергиевой лавры его поздравляет отец матфея мармыль его высокопреподобие под великолепие михаила фортуната ваше высокопреподобие дорогой михаил с чувствами глубокой радости и духовной длинности несмотря на расстояние нас возникающие приветствую вас и поздравляю днем вашего славы уважение и искренне и признательность по праву заслужила ваша деятельность по возрождению в россии церковных вечерских торжествах обращаюсь к вам в день вашего торжества мы искренне желаем вам дорогой и духовного интересного здравия благоденствия с избытком дел благих и спасителей совершение вашей крестовой пасхи успехом во ся ваше начинание благословение и любовь и апостоле председателем учебного комитета при священном синодии руске православа цель ректор московской духовной академии на респонденте мы так старались сделать по английски разве ответы и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 Если вы не можете вверх, тогда делайте октавку вверх. Вот отсюда сюда. Какой акт? Мы сейчас ко второму идем и проверим, что станет случиться. Нормально. Конец. ПЕСНЯ 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 И вот изо всех сил сшивает, настолько, насколько позволяет ему его здоровье, его силы, его возраст, сшивает вот этот вот порванный холст нашего церковного пения. Вы знаете, у меня был очень музыкальный дед, но, к сожалению, я с ним не был знаком, он остался в России, я родился здесь, но он, по-видимому, мне оставил в наследие музыкальное ухо. И огромная, просто страстная любовь к музыке и, в частности, к хоровому пению. Я это помню с самого малого детства. И, значит, я как-то стал проявляться у нас в приходе. И когда, вот в 45-м году это было, мне было, значит, 14 лет, мы все летом поехали в детский лагерь, в летний лагерь, то там, значит, у нас, конечно, была часовня, батюшка был. И вот когда мы приехали туда, я вдруг обнаружил, что меня назначили регентом всего лагеря. Я очень мало знал, но переобрел камертон, отнесся к этому серьезно. Я могу считать, что вот с этим назначением я уже официально регент с возраста 14 лет. Это, значит, больше 50 лет теперь. Ну, это, конечно, послужило началом какого-то большого интереса и изучения музыки. Я учился музыке серьезно, хотя не в консерватории, но в русской консерватории немножко учился. И после Богословского института, после конца, я встретился с моей женой Марьяновной Михайловной, и мы, значит, поженились. Но вышло так тоже, ирония, что я был очень хорошо знаком с ее отцом до этого, потому что он был, ну, просто выдающийся, очень способный, очень замечательный церковный регент вот здесь, в Лондоне. И мои приезды в Англию, я с ним познакомился, и у них даже ночевал вообще, и с ним был знаком. Очень я привязался к нему. И вот, понимаете, случилось так, что я на его собственной дочке поженился, и он меня тогда пригласил в Лондон. Жена отца Михаила, Марьяновна Михайловна, иконописица, ученица знаменитого Успенского. Сейчас сама ведет класс иконописи. Она рассказывает, как это начиналось. Я не хотела быть художником, я не думала, что я могла быть. Я у меня была другая, Лиза, которая живет в Свейцерландии, которая была успенцем Успенского. И я живла в Парисе, где Успенский был. Я знала Успенского, потому что мы были в同じ церковь и в церкви. Он был Баттс, и я был Альтс. Значит, я говорю от лица жены так, что я, значит, жила полностью жизнью церкви и не собиралась, никогда мне даже мысль не приходила в голову становиться иконописицей. Но у меня была одна близкая, знакомая подруга, швейцарка Елизавета, которая была ученицей Успенского по иконописи. Она жила в Швейцарии, я жила в Париже, но и Успенский жил в Париже. Мы с ним пели в том же хоре, в том же храме. Так что знакомство было естественное. Я должен сказать, можно мне добавить нечто, что я сам наблюдал? Это то, что Марьяна Михайловна происходит из очень музыкальной семьи и поёт в храме всю жизнь. И вот эта способность петь в храме, способность как бы голосом вырисовывать распев, ей, конечно, помог рисовать. И помог писать иконы в том смысле, в том же смысле, как она поёт в церкви. И вот этот параллель с пением у неё появилась как раз в иконописи. Успенский сказал мне много лет позже, когда я спросил ему один день, почему вы меня посвали, чтобы приехать, потому что я не хотела работать, который только хотел увидеть, и он сказал, потому что я слышал его петь. Он был в том же хорошее хорошее. Успенский, много лет спустя, однажды я спросил Леониду Александровича, почему же вы настаивали, чтобы я вступила в вашу класс? Он ответил, что я услышал ваше пение, и это меня убедило, что вы можете писать икону. Звучит песня. 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 Продолжение следует...